Музыка Итак, сегодня мы будем готовить борщ по общажному типу. Для этого нам понадобится курица, как-то не странно, хотя многие терпеть не могут курицу в борще, но для общаги это весьма нормально, особенно для студенческой нам понадобится свекла, лук, морковь, капуста, картошка, уксус, томатная паста, если нет томатной пасты, то можно использовать помидоры, я буду использовать сушеные помидоры. Для начала возьмем курицу и промоем ее, и положим пока в кастурю, потом возьмем капусту и порежем ее соломкой. Вот, скажем так, на такие вот части, чтобы она меньше была, и нашинкуем ее. Еще одна отличительная деталь будет в том, что в основном капусту закладывают в борщ вместе с картошкой, но, так как я не слишком люблю слишком жесткую, или слишком какую-то такую не очень вкусную капусту, я ее буду закладывать вместе с курицей, чтобы она вместе с ней проварилась, пропиталась и стала более мягкой и более съедобной. Вот, мы пошинковали капусту, положили ее в курицу, сейчас замерзали ее водой и поставим на плиту. Так, теперь мы пока сделаем заправку, так сказать, порежем ее и потрем. Я буду использовать три свеклы, но для того, чтобы борщ был более насыщенного красного цвета, будем использовать не только уксус, но еще одну фишечку. Для этого мы две трети от нашей свеклы, которые потрем, будем использовать в заправке, а оставшуюся одну треть мы сразу же вместе с картошкой закинем в борщ, то есть суп, который будет потом в последствии борщом, для того, чтобы она уже была более такого красного цвета, а после того, как закинем заправку, он будет сразу почти рубинового, такого прям бордового, красивого цвета. Начнем. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также мы потрем морковь, выражаем краешки и натираем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь урежем луковицу здесь, самое главное, это не обрезать корневую систему, которая осталась на ней. Вот мы ее почистили и нарезаем сначала на пополам, а после этого нарезаем соломкой, такими вот полукольцами. Не обрезали мы корневую систему для того, чтобы луковица у нас в руках не рассыпалась на части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот мы порезали лук соломкой, сейчас мы возьмем сушеные помидоры и также порезаем их соломкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно, конечно, использовать не сухие помидоры, а любые другие помидоры или томатную пасту. Кому как нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Для тушения. И один из основных ингредиентов мы наливаем уксус, если у вас 9% то примерно где-то 1 столовая ложка будет, у меня 6% поэтому я налью 1,5%. Добавляем подсолнечное масло. И отправляем тушиться под крышкой. Вот мы все и убрали и ждем пока закипит наш бульон. Самое главное, пока он будет начинать кипеть, снимать с него пенку. А пока 5 минут перерыва. А сейчас мы порежем картошку брусочками соломкой. Берем картошку. Режем так как удобнее. Нарезаем соломкой. Порезали картошку и теперь заливаем ее холодной водой до назначенного срока. Также можно добавить сахарный песок в зажарку, которая будет заправкой для нашего борща. Те, кто любит борщ именно по основной рецептуре, которая есть в книге рецептур. Ну а кто не любит, можно добавлять. Также стоит добавить черный перец, паврушку кому по вкусу и так далее. В залах пустых, где уж нет королей, Дженни танцует с ней. Призраки тех, кого вновь обрела, любил ее всех сильней. Те, кто оставил ее так давно, чьих было не вспомнить имен, Кружились с ней в танце на старых камнях, превращая печаль в сладкий сон. И она не хотела уйти, Никогда не хотела уйти, Никогда не хотела уйти. Они танцевали и ночью, и днем Под снегом, под ветром свист. С зимы и до лета, и вновь до зимы, Пока стены не рухнули вниз. И она не хотела уйти, Никогда не хотела уйти. В залах пустых, где уж нет королей, Дженни танцует с ней. Призраки тех, кого вновь обрела, Кто любил ее всех сильней. Итак, вот мы его и приготовили, вот он у нас получился вполне себе сносного рубиного бордового цвета. Таким, каким он и должен быть. На все про все у меня ушло примерно где-то полтора часа. Также, денег было затрачено где-то около 75 рублей. Так что, это вполне себе такой экономный обед, кому-то и ужин, и завтрак. Такие вот дела.